Так что духовность, или идея существования Творца, или идея, что после смерти что-то есть, и всё такое, это что-то, что разделяет все религии. Ты поднял вопрос о том, что анекдотический опыт не может убедить людей в истине. Должно быть что-то объективное. Я думаю, что после этих разумных слов ты недолго будешь христианином. Я надеюсь на это. Потому что христиане не верят в это. Извини, я остановлю тебя на секунду, прежде чем ты прочитаешь этот стих. Да, для начала, что такое Тройца? Просто чтобы люди могли понять. Расскажи мне немного о своём прошлом. Ты всегда был христианином, или... Итак, я рос в церкви. Вообще-то я вырос в церкви в Крейдоне, откуда я родом. Я провёл там добрых 13 лет своей жизни. Я получил христианское образование. Меня крестили в молодом возрасте, кажется, лет в 10. А потом, короче говоря, мы уехали из этого района, и я ушёл из этой церкви. И как бы начал отдаляться от своей веры. И примерно с 17 лет у меня был период, примерно в 5-6 лет, когда я был чем-то вроде атеиста, агностика. Я просто жил для себя. На самом деле у меня не было моральных принципов, основанных на религии. И затем, наверное, 7-8 месяцев назад я почувствовал себя убеждённым и вернулся в церковь. Я просто вспомнил, что, знаешь, в этом мире есть духовная сторона. Я просто вспомнил о событиях, которые я пережил в церкви, когда я рос. И я чувствую, что Святой Дух убедил меня вернуться в церковь и снова стать на правильную сторону. И я уже 7-8 месяцев набираю силу в служении. То есть теперь ты вместо осуждённого стал осуждённым христианином, верно? Да-да. Значит, ты стал хорошим типом осуждённого, верно? Ты ведь согласен, что по большей части почему ты перешёл на сторону христианства связано с тем, что ты вырос христианином. Потому что когда ты, например, говоришь, что есть духовная сторона вещей, я полностью согласен с тобой. И каждый мусульманин с тобой согласится. Но мы бы сказали, что эта духовность не состоит в христианстве. Это не то, чему учит христианство. И последователь любой религии может иметь такие же идеи. Он может сказать, что в моей религии есть духовная сторона. Да. Так что духовность или идея существования Творца, или идея, что после смерти что-то есть и всё такое, это что-то, что разделяет все религии, не только христианство. Так что же тогда делает христианство истинной? Почему ты... Я как бы говорю... Что помимо личного опыта? Да-да. Знаешь, потому что я знаю христиан. Они любят говорить о личном опыте. Итак, вне личного опыта, вне того, что случилось с тобой в твоей жизни и всё такое. Что делает христианство объективно истиной? Как бы, пригласи меня в христианство сейчас. Скажем, ты видишь меня здесь, и я ищу правду, понимаешь? Да-да. Я верю, что ислам – это истина. Конечно, после моего исследования христианства. Да. Но знаешь, ты можешь показать мне, может быть, я что-то пропустил и не заметил. Ты можешь меня просветить. Хорошо. Знаешь, доказательство, которое делает христианство истиной. Именно поэтому ты должен был следовать этой религии. Да, это очень хороший вопрос. Ты поднял вопрос о том, что анекдотический опыт не может убедить людей в истине. Должно быть что-то объективное. Верно. Я бы сказал, что всё сводится к Иисусу. Всё сводится к Его жизни, Его доктринам, Его антологии, к тому, кем Он был, кем Он называл себя. А также к историчности и Евангелии. Когда ты читаешь Новый Завет и Ветхий Завет, все они как бы подпитывают христианство. Итак, у нас есть Ветхий Завет, и у нас есть четыре мессианских пророчества, о которых пророчествовал Христос, и которые появляются на протяжении всего Ветхого Завета. А затем они исполняются в Новом Завете. У нас есть Христос, умирающий из-за наших грехов. Да, да, да. Я просто хотел сказать кое-что. То, что ты говоришь, не является доказательством. Да, в каком-то смысле ты просто говоришь, что на самом деле ты ищешь доказательства. Например, когда ты сказал, что анекдотический опыт не может быть убедительным доказательством, я думаю, что после этих разумных слов ты недолго будешь христианином. Я надеюсь на это. Потому что христиане не верят в это. Те христиане, которые остаются христианами, обычно убеждены, что потому что у меня был такой опыт, то я останусь христианином, что бы ты мне ни говорил. Это те, кто остается христианином в течение определенного времени. Да, но ты кажешься рациональным человеком. Согласно моему анализу, ты недолго будешь христианином. Но когда ты говоришь, например, что эти пророчества — доказательства... Да, ты имеешь в виду, что эти пророчества являются доказательствами? Давай как бы попробуем взглянуть на это с логической точки зрения. Какие у тебя есть пункты? Первый пункт в том, что существуют пророчества, и эти пророчества исполнились в Новом Завете. Следовательно, христианство — истина. Это твои утверждения. Или какое ты делаешь утверждение. Это одно из них. Я думаю, это первое утверждение. Итак, давай начнем с этого утверждения. Конечно. Хорошо. Где эти пророчества, в которых ясно упоминается Иисус? И мы должны увидеть их проявления именно так, как было сказано в этих пророчествах. Приведи мне пример. Ну, я не могу найти для тебя пророчества, в котором бы явно говорилось об имени Иисус. Потому что если у тебя будет пророчество, в котором говорится, что человек по имени Иисус будет делать то-то и то-то, тебе придется принять во внимание всех еврейских детей по имени Иисус. Его имя не упоминается в Ветхом Завете. Ты ведь знаком с 53-й главой Иссеи? Да. Я могу взять свою Библию и прочитать некоторые отрывки из нее, если хочешь. Нет-нет. Прежде чем ты это сделаешь, позволь мне сейчас задать тебе вопрос. Да. Обычно я этого не делаю, но давай проведем как бы мысленный эксперимент. Хорошо. Для начала я не использую Библию для оправдания Ислама. Или как доказательство достоверности Ислама. Понятно. Но я хочу задать тебе вопрос. Давай посмотрим последовательность. Ты говоришь, что в Ветхом Завете есть пророчество об Иисусе. Давай представим, что в Ветхом Завете есть пророчество об Иисусе, и ради разговора ты с ним согласился. В этом пророчество не упоминается его имя, но упоминается его описание или некоторые из его описаний. Правильно? Да. Это то, что ты утверждаешь касательно Исайи 53. Теперь, если я представлю тебе другой пророчество в Библии, который делает такое же утверждение в отношении пророка Мухаммада, алейхиссалатуассалам, признал бы ты тогда, что пророк Мухаммад является посланником Бога? Ну, мне нужно его увидеть, и потребуется немного больше исследования. Почему? Ведь я использую тот же критерий, что и ты. Потому что... Да, это тот же критерий, однако Иисус исполняет закон Ветхого Завета и подчиняется тому, кем, как мы знаем, является Бог из Ветхого Завета. На мой взгляд, то, что принёс Мухаммад, противоречит нашему пониманию Ветхого Завета. Нет-нет. Теперь ты добавляешь переменные. Дело в том, да, что если сам Ветхий Завет утверждает, что придёт новый пророк, и не только это, он говорит, что он принесёт новый закон, потому что ты говорил о законе, верно? Это пророчество, о котором я тебе расскажу, касаясь от того же пункта. Она скажет тебе, что этот человек придёт ко всем. Не только к сынам Израиля, подобно Иисусу. Нет, оно говорит, что этот пророк придёт ко всем, ко всему миру. И это пророчество говорит, что он принесёт новую Тору, новый закон. Да. И этот человек, о котором я говорю, принесёт новую Тору. Давай предположим, гипотетически, согласно твоей логике, есть пророчество, в котором говорится, что придёт пророк, и этот пророк, который придёт, принесёт новую Тору, новый закон. Хорошо? Да. И его описание соответствует описанию пророка Мухаммада. Никто другой в истории не подходит под это описание. Она точно подходит описанию пророка Мухаммада, алейхиссаляту вассалям. Принял бы ты тогда пророк Мухаммада, алейхиссаляту вассалям, как посланника, основываясь на тех же критериях? Я говорю о последовательности. Вот почему я задал этот вопрос. Основываясь на тех же критериях, которые ты использовал для Иисуса, я бы даже сказал, что это более очевидное пророчество по сравнению с тем, что ты можешь показать. Согласишься ли ты тогда с тем, что пророк Мухаммад, алейхиссаляту вассалям, посланник? Я привожу только один, примеров много, но я упомяну только один пример. Есть несколько пророчеств, точно таких же, которые ты можешь использовать. Хотя не совсем ясно, что там говорится о Иисусе. Но если предположить, что ты в целом можешь использовать несколько пророчеств для Иисуса, то я могу использовать несколько пророчеств для пророка Мухаммада. Если ты скажешь «нет», почему ты не придерживаешься последовательной точки зрения? Послушай, в Библии Иисус никогда не упоминал Троицу. Он никогда прямо не говорил, что есть три в одном и всё такое. Он никогда не говорил этого. Да. В Ветхом Завете ты не найдёшь ничего, кроме того, что Бог один. В Тарзаконе 6.4. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един. Это то, что ты найдёшь в Ветхом Завете. Да. Это то же самое, что Иисус говорил в Новом Завете. Хорошо? Да. Таким образом, концепция Бога — это та же самая концепция Бога, с которой пришёл пророк Мухаммад, алейхиссаляту вассалям. Есть только один Бог, достойный поклонения. Это то же самое, что сказал Иисус, то же самое, что говорил каждый посланник. Фактически, если ты посмотришь на Ветхий Завет, то увидишь, что Ветхий Завет учил, что нужно соблюдать законы. И когда пришёл пророк Мухаммад, алейхиссаляту вассалям, он также учил, что нужно соблюдать законы. Так что это точно соответствует Ветхому Завету. Так что пророчество Ветхого Завета больше подходит пророку Мухаммаду, алейхиссаляту вассалям, чем людям, которые говорят вам, чтобы вы не соблюдали законы Ветхого Завета. Это даже больше подошло бы ему. Так что я даже могу использовать это против тебя. Так что этот аргумент не в твою пользу, это аргумент против тебя, потому что пророк Мухаммад, алейхиссаляту вассалям, больше соответствует пророчеству Вятхого Завета, чем идея, которой вы следуете, что это является Иисус и эта идея Павла. Итак, я говорю, будучи последовательным, признаешь ли ты тогда, что пророк Мухаммад является посланником Бога или нет? Я бы сказал, что это очень простая формула. Нет. Это ответ. Хорошо. Почему нет? Дай мне логическое обоснование. Потому что ты выдвинул хороший пункт. Ты привел мой критерий пророчества. Но для того, чтобы быть посланником Яхвы, есть несколько критериев. Одним из критериев является то, что... Позволь мне сказать, не о всех пророках есть пророчества. Но чтобы быть посланником Яхвы, ты должен знать, кто такой Бог. Ты должен это знать. Ты должен правильно рассуждать о его личности. Когда ты говоришь, что пророк Мухаммад больше соответствует Богу Ветхого Завета или Богу, которому мы поклоняемся, я вынужден не согласиться. Потому что Коран говорит, что Аллах не Отец. Но прежде... Да-да. Хорошо. Твоя точка зрения такова. Ты не согласен, потому что концепция Бога у пророка Мухаммада отличается, верно? Я просто попытался выразить по-простому то, что ты сказал. Да-да. Хорошо. И снова, как я уже сказал, это показывает непоследовательность. Это единственное, что я хотел показать. Так обстоят дела со всеми христианами, с которыми я говорю. Поэтому я не использую Библию как критерий, потому что она мне не нужна. У меня есть множество доказательств, которые мы можем показать, что пророк Мухаммад, алейсалату ассалям, был посланником. Объективных доказательств, которых нет у христиан. Так что мне не нужно на это полагаться. Но мне просто хотелось показать людям идею двойных стандартов, которые свойственны христианам. Они говорят, видите, пророчество говорит то-то и то-то. И всякий раз, когда кто-то упоминает, например, пророчество о пророке Мухаммаде в Ветхом Завете, они говорят, там нет его имени. Где там написано, что это Мухаммад, верно? Хотя там также не говорится имя Иисуса. А когда мы приводим имя его описания, они всё равно не принимают. Но они принимают описание Иисуса. Хотя если ты посмотришь на учение христианства сегодня, оно не соответствует учению Ветхого Завета. Именно это мы собираемся исследовать, потому что это твоё утверждение. Ты утверждаешь, что пророк Мухаммад, алейсалату ассалям, принёс идею о Боге, которой не было у людей в прошлом. И всё, что ты используешь, это идея Отца. Но иудеи не верят в идею Отца, как вы верите в эту идею. Так что ваше сегодняшнее представление о Боге, что Он Троица, подойди к любому иудею, он тебе скажет, что ваши идеи Отца не вяжутся с Ветхим Заветом. Так что сегодня это уже другая идея. Но вы всё равно принимаете пророчество Иисусе из Ветхого Завета. Но вы не принимаете пророчество о пророке Мухаммаде. Опять же, видишь, снова выходит это несоответствие. Хорошо. Давай сейчас поговорим об идее Бога, в которую вы верите. Да. Я полагаю, что ты веришь в Троицу. Да, я верю. Хорошо. Где ты нашёл эту идею, в которую ты веришь? В Ветхом Завете или Новом Завете? Где-то. Итак, идея Троицы заключается в том, что Бог многоличен. И часто ошибочно полагают, что эта идея не встречается в Ветхом Завете. Итак, в Бытие, глава 19... Извини, я остановлю тебя на секунду, прежде чем ты прочитаешь этот стих. Да. Для начала, что такое Троица? Просто чтобы люди могли понять. Потому что ты используешь некоторые термины, которые люди могут не понять. Да, хорошо. Поправь меня, если я ошибаюсь. А затем ты прочитаешь свой стих. Хорошо. Троица — это три личности. Отец, Сын и Святой Дух. Личность Отца — не личность Сына, а личность Сына — не личность Святого Духа. Значит, они разные личности, верно? Да. Но они одно существо, одна сущность. Да. И они одинаково равны и вечны. Да. То есть, что есть у Отца, есть у Сына, что есть у Сына, есть у Святого Духа. Они равноправны, что означает равенство их атрибутов. И они вечны. Это означает, что они обладают вечностью. У них нет отправной точки и так далее. Я правильно сейчас представил ваше убеждение? Бро, ты дал лучшее объяснение, чем бы я смог. Хорошо, без проблем. Я сделал всю работу за тебя. Хорошо. Потому что я понимаю, что такое Троица из Никейского и Константинопольского соборов, чего многие люди не знают. Они не читают соборы. Они даже не знают, откуда исходит их вера. Но я знаю, откуда она исходит. Вот почему я объясняю. Верно. Смотри. Теперь тебе придется показать в Ветхом Завете, где утверждается, что существуют отдельные личности. И существуют различия между личностью и сущностью. Есть три отдельные личности, составляющие одно существо. Да. Обрати очень пристальное внимание, потому что это и есть Троица. А еще тебе придется показать, что эти три личности – одна божественная сущность. И все они равны вечно. Это означает, что никто из них не является более могущественным, чем другой, и так далее, и тому подобное. Ты должен показать Троицу. Тебе не обязательно показывать, что это говорится в одном стихе. Ты можешь показать несколько стихов. Но тебе нужно будет показать идею. Первое – различие между личностью и сущностью. И второе – что эти три личности составляют Бога. То есть Троицу. И что Троица – это Бог. И что эти три личности равны и вечны. Вперед. Да, хорошо. Мне бы очень хотелось это увидеть. Да, без проблем. Я постараюсь изо всех сил. Возможно, я не лучший апогет, но я попробую. Хорошо. Бытие, главы 18 и 19. Это история Содома и Гоморры. Эти люди в этом городе жили очень греховной жизнью. Ты, очевидно, знаешь эту историю. Я знаю. Они жили вопреки божественному замыслу. И Бог судил этих людей, потому что они все стали злыми. Он разрушает город, и Он спасает праведных людей. Ключевая часть этого стиха – это то, где находятся эти две главы. Итак, я начну с первого стиха, глава 18. Некоторое время спустя, Господь снова явился Аврааму. Авраам жил вблизи Дубровым Амре. И однажды, в самое жаркое время дня, он сидел у входа в шатер. Авраам взглянул и увидел, что перед ним стоят трое мужчин. Увидев их, Авраам выбежал им навстречу из своего шатра и низко поклонился. «Господи», – сказал он, – «прошу вас, побудьте немного со мной, слугой вашим». Итак, просто чтобы заложить основу, Господь является Аврааму. Но мы слышим, что к Аврааму приходят трое мужчин. Авраам низко поклонился и признает величие, которое находится перед ним. И, по сути, заботится о трех мужчинах, которые находятся перед ним. Так что это ключевой момент. В следующей главе один из этих людей уходит и стоит возле городов Содома и Гаморы. Итак, это следующая глава, глава 19, стих 24. Там сказано, «В это самое время Господь начал разрушать Содома и Гаморру, послав с неба огонь и горящую серу». Итак, у вас есть Господь, который посетил Аврааму на двух ногах. Затем он находится за пределами города Содома и Гаморы. И здесь сказано, что он поведевает огню и сере от Яхва с небес. Итак, у вас есть Господь на земле на двух ногах. И у вас есть Господь на небесах. И они оба эффективно разрушают город. Это, конечно, не три личности, но это показывает, что Бог может быть многоличным. Что он все еще может быть на небесах и иметь его величество. И он все еще может быть на земле. То, что ты сделал сейчас, это идеально. Я знаю эти стихи очень хорошо, но я позволяю тебе прочитать и объяснить. Да. Потому что, когда ты делаешь свое собственное объяснение, ты можешь понять проблематичность объяснения, которые ты даешь. Да. Когда ты говоришь, что есть Господь, сошедший от другого Господа на небесах, это просто показывает двух разных господ. Да. Нигде в этом стихе не говорится, что они едины. И нигде в этом стихе не говорится, что они личности. И существует различие между личностью и сущностью. Все, что ты действительно можешь доказать, используя этот стих, если понимать его буквально, он говорит, что есть два Бога, которые сотрудничают друг с другом. Это все, что ты можешь доказать. Но проблема в том, что, когда христиане читают стих Ветхого Завета, они не понимают язык Ветхого Завета. И именно поэтому они впадают в эти противоречия. Потому что они не понимают языка, который используется в Ветхом Завете. Терминов, которые используются в Ветхом Завете. И таким образом они вписывают свои собственные убеждения в Священное Писание. И я думаю, что ты сделал именно это. Ты уже веришь в Тройцу. Ты посмотрел на этот стих и подумал, вот здесь есть доказательства, что их два. Но это не так. И причина очень проста. Всякий раз, когда термин «Господь» используется в Ветхом Завете, он используется либо по отношению к самому Богу, либо по отношению к тому, кто представляет Бога. И это используется повсюду в Ветхом Завете, а не только в одном или двух местах. Слово «Бог» или «Господь» повсеместно используется для людей, для ангелов, для других сущностей, кроме Бога. Например, этот термин использовался даже в отношении Моисея. Я приведу тебе пример. Если ты обратишься к Второзаконию, например, глава 33, стих 2, там говорится, что «Господь пришел с Синая». Речь идет не о самом Боге Творце, пришедшем с армии из сорока человек. Речь идет о Моисея. Или, например, Псалмы 81, 6, там говорится, «Вы боги, и я говорю вам, вы дети Всевышнего». Бог говорит судьям, что вы боги. Вы представители Бога. Термин «бог» и «Господь» используется ко всем Ветхом Завете. Он использовался, например, для того, кто боролся с Яковым. Евреи верят, что это ангел, несмотря на то, что в стихе говорится, что «Господь боролся с Яковым», и что «Господь говорит то», и «Господь говорит это». Они говорят, что это ангел. И причина, по которой они говорят, что это ангел, заключается в том, что они говорят на нашем языке в Ветхом Завете «Слово Бог» и «Слово Господь», и все эти слова используются либо для самого всемогущего Бога, либо для его представителя. И в случае с твоей историей это были ангелы. Три сущности. Это не три Бога. Так что это не три Бога, кроме еще одного Отца на небесах. Значит, теперь у тебя есть четыре? Итак, трое пришедших, о которых позаботился Абрам, были ангелами. Один из тех, кто выполнял ту работу, о которой ты сказал, перевернул город вверх дом, это был один из ангелов. И Ветхий Завет использовал к нему термин «Господь», потому что он был представителем Бога. Он выполнял эту работу как представление того, что Бог повелел ему сделать. Итак, тот, кто спустил камни с неба, это сам Бог, единственный Бог, единственный Творец. А другой — представитель Бога, то есть ангел. И доказательства, которые я дал тебе, их множество. Посмотри весь Ветхий Завет, и ты увидишь, что это идея Господа, или эта идея Бога используется для обозначения всех и каждого. Это было использовано в отношении ангелов, в отношении судей, в отношении Моисея. Ты можешь это увидеть, верно? Так что, точно так же, когда Бог сказал Моисею в Весходе 7.1, «Я сделаю тебя Богом, фараону». Это идея Бога, Господа, Иллохим, Адонай. И все эти термины используются в Ветхом Завете для обозначения Бога и Его представителя. В данном случае ангелы пришли к народу Лота, мир ему. Авраам, мир ему, встретился с ними, и Лот также встретился. Итак, те ангелы, которые пришли к Лоту, были названы господами, потому что они являются представителями, посланными от Господа. Теперь, это не только мое объяснение, прочитай любое раввинское толкование, прочитай. Прочитай Талмуд, что там написано. Ты можешь прочитать раввинское объяснение. Они скажут тебе то же самое. Они скажут тебе, что это представитель Господа, и дадут тебе перекрестные ссылки на другие стихи, как это сделал я, которые показывают, что эта идея Господа или Бога используется для любого человека. Теперь ты видишь, проблема в том, что тебе сначала придется игнорировать контекст Светкого Завета, чтобы навязать свою христианскую веру, потому что они не так читают свое Священное Писание. Это не то, как работает Священное Писание. Ты должен смотреть на него с перекрестными ссылками и другими стихами. Так что тебе придется игнорировать все это. И даже если ты проигнорируешь, у тебя все равно возникает проблема, потому что нигде не сказано, что их трое, и нигде не сказано, что есть разница между личностью и сущностью. И нигде не сказано, что эти двое являются одним. Братья и сестры, прошу, ставьте лайки и пишите комментарии, чтобы как можно больше людей получили пользу от этих видео. И также делитесь со своими знакомыми. Вот почему я сначала объяснил тебе троицу, верно? Да, я очень ясно объяснил троицу. Я сказал тебе, что тебе придется показать мне это в Священных Писаниях. Пока что ты не показал ни одного пункта. Во-первых, что существует различие между личностью и сущностью, и что есть три личности, которые составляют одно существо, и что эти три личности одинаковы в равности и вечности. Вот что такое троица. Стех, которые ты проявил, не отражает ни один из этих моментов. Я показал тебе две личности. У тебя есть личность на небесах и личность на земле, у которых одинаковое имя. Это две сущности. Это ключевое отличие. Они имеют одно и то же имя. Так что, что за имя? Господь. Тогда Моисей также является частью троицы. Я привел тебе пример, когда Бог сказал Моисею, Исход 7.1, «Я сделаю тебя Богом, фараону». И еще один пример в Бытие 33.2. То есть у тебя еще один Бог? И еще все судьи иудеев также являются частью троицы. Потому что в 81 главе псалмов в отношении них также использовался термин «Бог». И тот ангел, который боролся с Яковом, тоже является еще одним Богом. Так сколько же теперь у тебя богов? Потому что там используется одно и то же имя. Если твой аргумент в том, что было использовано одно и то же имя, то это же имя используется во всем Ветхом Завете. Я могу привести еще примеры. Я просто даю тебе несколько. Я могу дать тебе больше и больше. Эта идея Господа используется во всем Ветхом Завете. Да. Ну, тогда нам нужно разбирать их в каждом конкретном случае. Так что там, где судей называют богами, там написано «Боги» с маленькой буквы. Нет. Это не как бы Яхве. Ты знаешь, на каком языке написан Ветхий Завет? Иврит? Ты знаешь, что на иврите нет большой и маленькой буквы? Так в чем же тогда различие, когда… Это то же самое слово, которое используется для обозначения всемогущего Бога. Хорошо. Я приведу тебе пример. Это в Бытии 1.1. Барашид Бара Элохим Итхад Шамайин Ветхар Эдхар. Вначале? Барашид означает «вначале». Бара – это глагол «творить», который в единственном числе, что показывает, что Бог един. Элохим – Бог. Итхад Шамайин Ветхар Эдхар – Он сотворил небо и землю. Да. Хорошо. Это иврит Бытия 1.1. Хорошо? Сейчас. Там нет большой и маленькой буквы. Есть только слово «Элохим». Верно. То же самое слово. Кто сотворил небеса и землю? Это всемогущий Бог. Верно? Да. Там нет другого Бога. Ни с маленькой, ни с большой буквы. Только всемогущий Бог. То же слово «Элохим». Это то же самое слово, которое используется в 6 стихе 81 главы Псалмов. Открой его прямо сейчас. Да. Там используется то же самое слово. «Элохим». Когда это было сказано в отношении Моисеи, было использовано то же самое слово. «Я сделаю тебе Эллухим, фараону». Так что это то же самое слово, как я сказал. Там нет маленькой и большой буквы. Это игра, в которую играют в переводе, в английском переводе. Почему они играют в эту игру в английском переводе? Потому что у них есть проблема. У них есть все эти ссылки, в которых используется термин «Бог». И они хотят сделать различия для сознания читателя. Что, посмотрите. Это не истинные боги, потому что они написаны с маленькой буквы. Чтобы они не думали, что это истинный бог. Но это язык Ветхого Завета. Этот термин может использоваться для самого бога или людей, которые представляют бога. Итак, я думаю, мы согласны с тем, что слово «Эллухим», в зависимости от того, как оно используется, зависит от контекста. Все в контексте. «Эллухим» означает просто «бог» или «божество». Это не означает всемогущего бога. И только потому, что вы называете кого-то «Эллухим», это не значит, что он Яхве, понимаешь? Потому что судьи не могут быть Яхве. Да. Итак, нет-нет, «Эллухим» — это термин, обозначающий бога. Но иногда оно используется для обозначения представителя бога. Это то, что я пытаюсь сказать. Да, тот, кто представляет бога в конкретной ситуации. Таким образом, судьи представляют бога, исполняя его законы. Моисей представляет бога, потому что он посланник, отправленный к фараону. Он был отправлен к фараону как посланник. Поэтому, когда используются эти термины, они используются для обозначения представителей бога или самого бога. Это либо бог, либо те, кто представляют бога. Потому что, если я отправлю тебя своим посланником, ты будешь моим представителем, как будто я там. Я король, и я скажу тебе, иди как мой посланник, скажи им, что я пошлю армию и сделаю то и это. Когда ты говоришь, это говорю я. Вот почему ты видишь, что тот же самый термин «Элухим» используется для обозначения представителя бога, точно так же, как он используется для самого бога. Хорошо. По сути, в этом стихе нет никаких аргументов в пользу твоего утверждения. Верно? Это всё, что я пытаюсь сказать. Я рад слушать. Какие у тебя ещё есть аргументы в пользу Троицы в Ветхом Завете? Потому что это лучшее, что у тебя есть. Я помогаю тебе. Это лучшее, что у тебя есть в Ветхом Завете. В остальном это будут слабые аргументы. Потому что в Ветхом Завете нет ничего, чтобы указывало на Троицу. Дай мне подумать, дай мне подумать об этом. Я действительно думаю, что это довольно сильный стих. Но я думаю, что, знаешь, очевидно, только если ты вырвешь его из контекста и проигнорируешь все остальные стихи, в которых используется тот же термин. И проигнорируешь тот факт, что там не говорится, что есть разница между личностью и источностью. И проигнорируешь тот факт, что там не говорится, что эти двое едины. Ты должен проигнорировать все эти вещи. И ты должен вывести свои убеждения из других цехов из Нового Завета или других мест в церкви, а затем навязать эти убеждения Священному Писанию. Вот что я пытаюсь тебе сказать. Это то, что я хочу, чтобы ты понял. Я хочу, чтобы многие христиане поняли. Вы не можете читать Ветхий Завет с христианской точки зрения. Это так не работает. Вы должны читать Священное Писание так, как читают и понимают получатели Священного Писания. Потому что они знают язык лучше, чем вы. Ты ведь знаешь, что иврит — это родственный язык арабского языка. Мы понимаем иврит намного лучше, чем могли бы понять многие христиане. Потому что там есть много сходства в терминах и их использовании в всех этих разных вещах. Хорошо? Вот почему, когда мы читаем, мы понимаем. Это не обязательно так, как вы понимаете эти стихи. И смотри, когда ты читаешь Талмуд, читаешь пояснение самих раввинов, ты понимаешь, ладно, это имеет смысл. Эти люди не просто высказывают свое мнение. Они дают прекрасные ссылки на другие стихи. И они говорят вам, смотрите, здесь то же самое слово используется для обозначения не только Бога, поскольку в данный момент этот человек является представителем Бога. Бог использует для него тот же термин. Хорошо. Давай, покажи мне другие доказательства, которые я буду рад услышать. Где и строится. Я просто просматриваю. Но я думаю, что рассматривать Ветхий Завет и Новый Завет отдельно, это очевидно не то, как мы рассматриваем это. Но, но ты знаешь, в нашей Библии есть то и другое. Я просто хочу сказать, что... Я бы сказал, что мы позволяем Священным Писаниям интерпретировать Священные Писания. Да, это то, что я сделал. Да, но... Знаешь, что Троица есть в Ветхом Завете, это было твоим утверждением. Ты сказал, что нам следует обратиться к Богу Ветхого Завета из-за пророчеств. Это не я. Не я тот, кто поднял это. Ты был тем, кто сказал, что это другой Бог. Поэтому я сказал, ладно, покажи мне Бога. Ты был тем, кто привел этот аргумент, не я, понимаешь? У меня большие проблемы, бро. Я в западня. Нет-нет, все нормально. Слушай, Джонни, это то, что я говорил тебе с самого начала. Да. Речь не идет о наборе очков. Речь идет о достижении истины. Да, мы не пытаемся сделать так, чтобы кто-то выиграл спор. Мы просто пытаемся докопаться до истины. Я даю тебе, и ты можешь видеть это, я даю тебе логичные ответы. Я даю тебе ссылки, я даю тебе обоснования. Я не высказываю тебе свое мнение. Мол, я мусульманин, поэтому ты должен принять то, что я говорю. Это не так. Я изучаю вместе с тобой. Я рад любому. Вот что я говорю христианам. Знаешь, я всегда оставляю им слово. Я говорю, давай представь свои доказательства. А потом я показываю тебе. Потому что я уже провел исследование, я уже прочитал эти стихи, я уже видел аргументацию. Я показываю тебе, что то, что ты считаешь доказательствами, это не доказательства. Это моя работа. Конечно. Не больше, не меньше, понимаешь? Да. Я думаю, со всем уважением, мне будет трудно показать тебе в Ветхом Завете трех разных личностей в одной сущности. Мне придется провести еще несколько исследований по этому поводу. Должны ли мы поговорить о чем-нибудь другом? Мы можем обратиться к Исайе 53. Мы пойдем туда, куда ты скажешь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Выходите за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо.